Мы говорили, что жена это царица, да? А у царицы должна быть корона. У еврейской жены сразу несколько корон. Первый венец – это венец красоты. Помните, мы говорили о рабе Акиве, что они жили в бедности в начале своей жизни, но затем рабе Акива стал известным равеном, разбогател, и он подарил ей красивое украшение. Однажды рабе Акива подарил своей жене золотое украшение, на котором был выигрыван вид Иерусалима. Увидела его жена раба Гавлиэля и позавидовала ей. Пришла и сказала своему мужу, а он ответил, «А ты так ли ты поступала со мной, как та со своим мужем, что продавала волосы со своей головы для того, чтобы он имел возможность заниматься торой?» То есть жена раба Гавлиэля, Гамалиэла, да? Если имеется в виду второй Гамалиэль. То она не была такой, как жена рабе Акива. И он говорит, что эта женщина получила свою награду, правда? То есть рабе Акива достиг великой мудрости именно благодаря своей жене. И благодаря ей он обязан своей величии. Она оставила ради него все богатство, величие, великое беде своего отца. Отец ее был очень богатым человеком и пошла вслед за мужем, чтобы жить с ним в скудости и бедности. Жалкая хижина служила их домом и соломенной постилке ложем. И в нищете и бедности рабе Акива занимался торой. Рахель всячески помогала ему. К отцу своей жизни они разбогатели, и в доме их обитали и торы, и величие. В дни нужды и в дни достатка не было ни одного дня, прожитая рабе Акивы с Рахелью, жену ее прекрасной своей поступками, чтобы он не почувствовал себя величайшим богачом на свете. На фоне бедности красота добрых дел видна иначе, чем на фоне богатства. Но если кто-то не считает денег и тоже отвечает со прекрасными делами, честь ему и хвала. А если он бедняк и, несмотря на свою бедность, преисполняется состраданием к другим и помогает им всем, чем только может, нет ничего прекраснее этого. И на самом деле этот бедняк величайший богач на свете. То есть, видите, красота? Это не внешняя красота, да? И апостол Павел об этом говорит. Это не значит, что женщины не должны красиво одеваться. Ну, не плетение волос, не всякое другое. А что? Помните? Да, сокровенный человек внутренний человек, краткое, молчаливое нраво. Это драгоценно перед Господом, да. Да, второй венец скромности. Помните, мы говорили, скромность как называется? Цниут. 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 В чем же проявляется скромность? Цниут в еде. Проход 86. Значит, в еде. То есть, мы должны кушать хорошо, полноценно, да? Но как? Скромно. Да. Скромность в разговоре. Скромность в разговоре. Трактат Архот Цадиким говорит, молчать в синагоге – это цниут. Что апостол Павел про это говорит? Да, да. Он молчит, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Какой закон говорит? Устный закон, да? Мы говорили. И это, цитата Архот Цадиким, молчать в синагоге – это цниут, скромность. Скромность и в скорби. В скромности ходить. Видите, можно быть и в скорби, тоже такие, что вас будут обращать внимание, да? Если некоторые одеваются скромно, но есть такие люди, которые так одеваются религиозно, что сразу таких женщин обращают внимание. Является ли это скромностью? Нет, это является наоборот, да? Да, это вот свое смирение. Скромность в радости. Видение невесты, праздновать и вековать в разумной мере, говорит Раши. То есть Раши первый говорил, как в нашем 50-ти, конечно, радость надо скромно, да? И это тоже скромность. Потому что безудержная радость, безудержное веселье приводит к тому, что люди начинают на вас смотреть, да? И говорить, они беснуются. То есть во всем надо мудрость иметь. Следующий вид цниут. Избегать гордыни и хвастовства. Избегать гордыни и хвастовства. Трактат Мигала 13-г говорит. Награду за цниут Рахель заслужила потом Старшеулу, в котором написал Ини сказал о том, что стал царем. Хорошо. Скромность даже в туалете, при выполнении естественных надобностей, оказывается. Следует быть цнуа и в туалете, говорит Шульхан Арух. Скромность в супружеских отношениях. Тоже Шульхан Арух. Это супружеские отношения должны быть скромными. Есть особый митсвот. Есть особый митсвот. И когда говорится о хребах предложения в храме, тот сну им отводили свои руки от него, а обжоры ели. Скромность, видите, когда входишь в церковь, помните, вы говорили, почему там садятся на задние места и так далее. Потому что, видимо, в те времена уже в Синогогах существовал обычай самым богатым, где особое место, в восточной стены, да, помните. То есть в различных видах поведения. Разумеется, также в одежде, длина рукавов, юбки и так далее. Это обычай сниута. Об этом пишет Рамбам, закон из сниута. То есть закон из сниута говорят о том, что у женщины должно быть платье какое? Ниже колен, так, с рукавами ниже локтей. Да, это тоже. Я помню, в прошлом году на тостике был такой вопрос. Не знаю, как в этом году. Я вам не обещаю, что этот вопрос будет, но вполне возможно, да. Так, скромность в одежде, во взаимных отношениях между мужчиной и женщиной является скромностью в чистоте и так далее. То есть все должно быть хорошо. А когда все перепутано, все смешалось в доме Аблонских, да. Вот, а помните, как это называлось? Да, это называлось не хаос, а хамас. Хамас, да, помните? Хамас это то, что способствовало потопу, когда все смешалось, да, все было смешано. И вот хамас, мы уже говорили об этом, да, что хамас, когда добро и зло перемешались и переплились. Так говорит Менхат Шмуэль. То есть мы упратили правильный взгляд на вид, на скромность и так далее. И сейчас является достаточно скромным то, что было бы нескромным сто лет назад. Правда? И в то же время есть еще и особо нескромные вещи. К сожалению, сейчас многие верующие позволяют то, что сто лет назад не позволяли неверующие. Согласны? Второй венец, это венец матери. Венец матери, да. Третий, да? Ага, хорошо. Венец матери. Всевышний дал женщине такие возвышенные достоинства, как скромность, покорность и потребность, и природную потребность в мире, и сделал ее матерью всего живого. То есть предназначение женщины, что было? Стать матерью, да? То есть стать матерью. И это она несет определенные жертвы, да? Помните, мы говорили, что не просто от того, что в буках будешь рождать детей, что раньше, мол, женщины не болеют, а теперь они рождают болезни. Ну, некоторые говорят, что праведница Израиля рождает без боли. Знаете, что некоторые женщины рождают без боли. Но не только об этом говорит Сафторий. А также говорится о чем? Что женщина требуется, помните, мы говорили, самопожертвование. Самопожертвование в воспитании детей. И если женщина хочет детей, для нее это больше жертва, чем для мужчины. Правда? Как говорили у нас в институте, только мужчина мог называть роды физиологическим актом. Правда? Но кроме этого, женщина постоянно, первый год, она постоянно с ребенком, ну и последующие годы, если эта женщина не сдает ребенка в детский дом, в детские сады, что является небожиим. Согласны, что детские сады и детские дома это просто вынужденная мера в некоторых социальных обществах. Но Бог такое не предусматривал. Я еще раз говорю, это не запрещено, этого греха нету. Но опять-таки, первоначально Бог этого не предусматривал. Бог хочет, чтобы мужчина хорошо зарабатывал, а жена сидела дома, да? А если жена сильно хочет много зарабатывать, ну, это ее проблемы. Но если люди вынуждены сдавать, потому что у них другого нет возможности, потому что они должны работать, да? Ну, тогда что? Вынуждены. Но Божий план в детские садики? Нет. Божий план, чтобы дети в семье, в семьяных святых вились. Правда? Вот. И она не должна становиться рабыней мужа. Женщина выходит замуж для того, чтобы ее жизнь стала лучше, чтобы стало положение ее выше, но не для обратного. Это, записывайте, это еврейские традиции. Женщина выходит замуж, чтобы ее жизнь стала лучше и положение стало выше, но не для обратного. Поэтому, если прежде уровень жизни ее был выше, чем тот, которому привычен ее супруг, он не может сказать ей, «Прими мой образ жизни», но должен обеспечить ее всем тем, к чему она привычка, да? Да? Если вы берете женщину из более богатого семейства, вы должны понимать, что вы должны что? Не должны ей говорить, «Со мной будешь жить так, как я привык», да? Но должны обеспечить ей. «Со мной привычнее израильство». Да. Да. Но, если прежде она была привычна довольствоваться меньше, чем тот, чему привычен ее супруг, он не может сказать ей, «Хватит себе того, к чему ты привычна». Но он должен поднять ее выше. То есть, поднимается и дается ее что? Радость, довольствие, положение, да? Но не муки и страдания. Следующий венец, венец чести. Чести. Кстати, как честь по-польски? Хонор. Да? И английское тоже, да? Если жинка гоноровита, то это еще не значит, что она гордая, да? У нас почему-то слово гонор соответствуется с гордостью, да? Гоноровитый шляхтищик – это что? Какой? Да, чест, чест, честный, имеющий честь, да? И человеку очень важно иметь честь и достоинство. И вот в нашей культуре очень часто путают гордость, да, и достоинство человека, и честь человека. Ни в коем случае нельзя унижать любого человека, как верующего, так и неверующего, да? А верующего в других верующих. Тем более, если кто какой-то человек гордый, то кто его будет? Смирять Бог, да? У меня был такой случай, когда один неверующий говорил, ну, ты, брат, ты же должен передо мной смиряться. Как вы думаете, правильная ты? Нет. Ну, я, конечно, вообще-то гоноррой, ты такой человек. Как-никак, все-таки шляхтищик, хотя и там, поганый. Но шляхтищик. И для меня такие вещи болезненные. То есть, вы понимаете, что есть честь и достоинство, а есть гордость, да? И вы не должны это путать. Да. Что значит воздавать честь? Это признавать ценность тому, кого эта честь принадлежит. Записывайте. Что значит воздавать честь? Это значит признавать ценность того, кому эта честь принадлежит. Один человек уважает другого, потому что признает его достоинство. Не потому, что тот человек богаче, не потому, что тот человек умнее, да? Потому, что он признает его достоинство. Есть люди без достоинства? Нет. Ни одного человека, у которого не было достоинства. Просто некоторые не хотят этих достоинств видеть. Правда? Согласны? Просто у одного достоинства, в одном, у другого в другом. Вот. И нельзя вещи сравнивать. Но у каждого, есть свои достоинства. Нет у человека. Бог не создал такого человека, который бы не имел достоинства. Значит, говори, честь, да? Честь и достоинство. То есть, это что значит честь, да, воздавать? Это признавать ценность того, кому эта честь принадлежит. Я говорю, что слово honor путают, да, иногда как гордость. И в русском языке, вот такое, о польском языке, в английском языке, да, слово honor, что означает? Честь. То есть, это оценка человека. Это та оценка, которую выдает жене, например, супруг, да? Согласны? Если он признает, что есть определенные вещи, определенная ценность того, то он, значит, воздает честь. Человек обязан сохранить свою собственную честь, потому что он создан по божественному образу и подобию. Если человек от нее хранит свою честь и свое достоинство, тем самым он попирает Господа, да, который в нем живет. Согласны? Вот. Потому что сказано о человеке, венчаешь его честью и славой, ты воцарил его над делами рук твоих, все подложил ему под ноги. Это Тегелим 8,6,7. В переносном смысле это можно говорить и о Ишуа, но это говорится о ком? О человеке, да? Человек, он часть, как сказать, образ и подобие Бога. Поэтому Бог имеет честь, да? Если достоинство, и унижая честь и достоинство человека, ты сам самым унижаешь Бога, который в нем. Помните, мы говорили, этический основной принцип иудеизма, значит, люби Бога, да, в человеке, которого он создал. Это объединяет любви Бога, да, и объединяет любви человека. Мужчина один, это только полчеловека. И женщина одна, это только полчеловека. Но когда они вместе, это называется человек. И именно женщина приносит мужчине все его величие. И предоставляет ему власть над остальными сознаниями. Писание говорит, создадим человека в единственном числе, да? Будут они властвовать во множественном числе. То есть, только когда они вдвоем, муж и жена удоставятся могущество и власти над всем миром. Это записывайте и обязательно выучите. Сказано мудрецами, что мужу надлежит почитать свою жену больше, чем самого себя. Да? Мужу подлежит почитать свою жену больше, чем самого себя. Муж и жена должны обязаны заботиться о чести дома, который они создали, потому что от него все их достоинства. Супруги, становящиеся отцом и матерью, не только создают, но и питают, выращивают и воспитывают свое потомство, делая его достойным. Если не будем ощущать честь и достоинство своего супруга, можем ли вы воспитать такое у своих детей? Да? Будут ли они честными и достойными? Честь это не только то, что человек не украдет. Это честность. Да? А честь это особое качество. Да будет, сказал Раби Хелбо, да будет муж всегда крайне осторожно относиться к достоинству своей жены, потому что только благодаря ей почиет благословение на его доме. Как сказано, и Аврамус сотворил добро ради нее. И именно это сказал Раба, жителям Мохозы. Если хотите разбогатеть, воздайте почести своим женам. Это трактат Бауа Месси. Итак, что говорит Талмуд, если вы хотите разбогатеть? С чего начинаете? С заема в банке? Воздайте почести своим женам. Сказал Раб, всегда следует остерегаться, чтобы не причинить жене боль и обиду, потому что глаза ее очень легко наполнятся слезами. И мужу постоянно грозит опасность приступить эту заповедь Торы. И тогда его немедленно наказывают за это Всевышний. Помните, если кто плачет, его запит Всевышним, что следует? Наказание. А глаза жены особенно часто наполняются слезами. Поэтому муж должен быть постоянно осторожен, чтобы не попасть под проклятие. Видите, что больше всего оскорбляет и унижает часть человека? Насмешки, да? Вот такие вот насмешки. Они бывают пустяковые вот так что-то. А это такое. Меня муж недотепает, а жена, да? Она и супу смотреть умеет. Может, яичницу и сделает. И все. И уже честь ушла, да? Рау Рахум постоянно находился у Равы Махозы, изучая Тору. Но накануне Йомки пора возвращался домой. Как-то раз он так увлекся учением, что сидела его жена и ждала. Вот сейчас он придет, вот сейчас он придет. А он так и не пришел. Сердце ее замерло, из глаз потекли слезы. И в это время крыша дома, на которой сидел Рау Рахум подломилась под ним, он упал и разбился насмерть. Раньше, помните, сидели на крыше и медитировали. Кто-то этим занимался? Петр, да? Видите? Он так себя изучал Тору, что жена его начало флакать. Крыша упала и он умер. Так, записывайте. Обязан муж кормить, поить и наряжать свою жену и давать ей деньги для добрых дел, потому что в этом честь и слава. Обязан муж кормить, поить, наряжать свою жену и давать ей деньги для добрых дел. Поить, кормить, наряжать и давать деньги для добрых дел. Ключевые слова записывайте, да? А тут пояснение. Потому что в этом ее честь и слава, что она будет отделять бедных по своему собственному усмотрению. Хорошо. Мы говорили о правах и об обязанностях, да? Хорошо. Обязанности жены по отношению к мужу. Первая заповедь. Обязанности жены по отношению к мужу. Первая заповедь я здесь отметил. У кого, что больше всего волнует, естественно. Желудок солдата движет армию, сказал Наполеон. Желудок солдата движет армию, да? Хорошо. Итак, первая обязанность еврейской жены. Вера жены в величие мужа. Вера жены в величие мужа. Правда, это редко наблюдается. Вот видите, есть некоторые вещи, о которых мы должны принимать верой. если мы объективно этого не видим, да? Но у нас есть вера. Что делает вера? Делает невидимое видимым, да? И то, что не существующее, делает существующим. Поэтому самое первое и самое важное. Значит, это вера жены в величие мужа. И это не игра воображения, не тщеславие и не желание принять желаемость за действительность. Это осознание реальности, невидимой для остальных. Это осознание реальности, невидимой для остальных. Каждый человек должен знать, что он что-то значит в мире, что его значимость не плод воображения или тщеславия, а, напротив, значимость глубокая и заслуживающая уважения. Видите, я вам некоторые вещи говорю совершенно противоположны христианской этике, да? Человек должен быть ничтожным таким, и так далее, и так далее. Но иудейская этика чего требует? Достоинство, да? Я еще раз говорю, гордость и достоинство не путайте. Значит, каждый человек должен знать, что он что-то значит в этом мире, что его значимость не плод воображения или тщеславия, а, напротив, значимость глубокая и заслуживающая уважения. Каждый должен сказать «Для меня сотворен мир». Каждый должен сказать «Для меня сотворен мир». Итак, какова наша важность и значимость и ценность? Да? Для меня сотворен мир. Вот все, и это место, на котором мы сидим, и эти деревья, и эти дома, и это небо, и все сотворено для кого? Для меня. Не для моего пастора, не для дяди Васи, не для президента, А для кого? Для меня. И это очень важно. Каждый должен сказать, для меня сотворен мир. Раши поясняет, это означает, что я столько, что и важен, как и целый мир. И я не поступлюсь этим равенством ради одного греха. Я не поступлюсь этим равенством ради одного греха. Каждый человек неповторим, как целый мир. Никогда не было человека точно такого же до конца. И до конца времен не будет. На меня, дитя именно этих родителей, рожденное именно в это время, именно в этой обстановке. Некоторые говорят, я случайно родился, или я родился не в то время, или не в той стране, или не в той семье. Но в действительности, именно на меня, дитя именно этих родителей, рожденное именно в это время, именно в этой обстановке. Своим уникальным сочетанием способностей возложена особая задача. И для меня есть моя частица Торы. Все творение ждет, пока я справлюсь с моей задачей, и мою работу за меня не сделает никто во Вселенной. Вот это эгоизм. Я, я, я. И это хорошо, да? Вы помните, что каждый должен иметь два кармана. В одной должна лежать записка, да, я, что для меня сотворен мир, я сын Божий, да? В другой, я прах и пепель. В зависимости от обстоятельств. Вынимать одно и другое. Но ни та, ни другая крайность сама по себе не являются правильными. Хорошо. И так как мы наделены такими способностями, то на кого же возложена обязанность выявить эти способности? Именно жена должна распознать, записывайте, именно жена должна распознать неповторимые возможности своего мужа и помочь развить их. Вот есть такой тест. Возьмите карандаш, да, сядьте и составьте список достоинств своего мужа. Ну, если бы у нас так список достоинств, вот такой бы был бы, а список недостатков, вот, наверное, как эта книга. Хорошо. И так, именно жена должна распознать неповторимые возможности своего мужа и помочь ему развить их. Значит, возьмите листок бумагу и составьте список достоинств вашего мужа. Где взять список и бумагу, или достоинства где взять? Или мужа взять? Хорошо. Автор этого способа – Рав Симха Зисель Искелема. Он рекомендует регулярно применять его, да? Хорошо. И мы имеем такой естественно природный такой дар, дар критики, да? У кого есть дар критики? У всех дар критики есть, да? И поэтому этот дар дает нам распределять недостатки. И, кстати, мы всегда видим недостатки. В других тот, что больше всего, да, мы про это прощаем, да? Но в других мы это просить никак не можем. Вот. Но надо искать, именно специально искать достоинства. Хорошо. Берешит, 49-28. И благословил их каждого по его дарованию благословил их. Это когда делали Мишкан, помните? Как они были благословены? Каждого, да, по своему дарованию, по тому, как им дал Бог. Значит, и благословил их каждого по его дарованию благословил их. А, нет, это, извините, это когда Яков благословлял своих детей. Берешит это, Берешит, это же не шмот, Берешит. В соответствии с благословением, которое было предназначено каждому из них, говорит Раши. Согласно узной теории, успех приходит там, где человек развивает присущие именно ему таланты. Итак, какие нам нужно развивать таланты, которых у нас нет? Которые есть, да? Надо их еще больше. Мы можем просить о новых дарах и талантах, которые нужны нам для служения, но мы должны развивать именно те таланты, которые есть у нас, а не те, которые кажутся нам лучшими или которые есть у соседа и так далее. Итак, успех приходит там, где человек развивает присущие именно ему таланты. Тогда благословение падает на благодатную почву. Суть в том, чтобы их обнаружить. В данном случае, чтобы жена их обнаружила, да? Эти черты надо укреплять, формировать на их основе и в соответствии с Торой полноценную личность. Поэтому сказано горе человеку, не знающего своих недостатков, так как он не знает, что ему надо исправлять. Но вдвойне горе тому, кто не знает своих достоинств, потому что он не знает даже того, с какими орудиями приступить к работе. Так говорит Рал и Ерухам Львовиц. Рал и Ерухам Львовиц. То есть, плохо человеку, который не знает своих недостатков. Но еще хуже тот человек, который не знает своих достоинств. Потому что он не знает, с какими орудиями приступить к работе. Итак, первый этап. Это должны оценить, да? И записать достоинства своего мужа. Да. Второе. Вы оценили неповторимое сочетание талантов своего мужа, а теперь должны твердо поверить в его возможности. Вера, это тоже почему отходит от решения нашей воли, да? Мы решаем верить или не верить. И никто другой не может нам этому помешать. Да? Преданная жена часами, а то и годами, размышляет над тем, какой труд может вдохновить мужа, что поможет ему сделать шаг вперед. Значит, преданная жена часами, а то и годами, размышляет над тем, какой труд может вдохновить мужа, и что поможет ему сделать еще шаг вперед. Да. Помните, был такой Елизер бен Иегуда, да? Который придумал иврит. Ну, то есть, иврит существовал, но он не был как язык, да? Он сделал что? Иврит разговорным языком, да? Но вы знаете, что, оказывается, было много других людей, которые занимались тем же самым. Он, правда, недолго жил, было ему уже 48 лет всего лишь навсего, когда он умер от туберкулеза. Но он сказал так, говорит, ну, ни у кого другого не было такого, ну, как бы по-теберешнему сказать, пиарщика, да, раскручивая себя вдохновителем, как моя жена. Да? То есть, видите, в чем важно? Когда, да, жена. Когда жена вдохновляет мужа. И бывает иногда даже брак по расчету. И бывает иногда брак по расчету, но если жена ставит своего мужа, да, вот, и расширяет его достоинство, мужчина достигает очень многого. Некоторые хотят выйти замуж за тех, которые уже чего-то достигли, да? Но если жена, девушка, выходит замуж за лейтенанта и делает его генералом, да, то честь и слава такой семье, чем если она женится на генерале и покрывает его имя позором. Правда? Выходит замуж за генерала. Так, хорошо. Каким же образом можно воздействовать на мужа, да? Как нужно манипулировать мужем? В хорошем смысле. Все мы манипулируем друг другу. Родители детьми, дети родителями. Муж с женой, жена мужем. Это нормально, да? Манипуляция, манус, рука. Руководство. Манипуляция, по сути дела, руководство. Итак, какие способы есть? Ну, понятно, что если она будет пилить, говорить его, заставлять, да? Это, да, это уже будет третий этап. Значит, первый этап, это что? Она должна определить, какие достоинства мужа, да? Второе, поверить в них, да? При этом она часами, может, годами размышлять над этим. И третье, она уже мужа, как говорится, наставляет на путь, да? С железным кулаком и метлой. Значит, первое. Добрые слова, сказанные женой мужу, всегда глубоко его трогают. Добрые слова, сказанные женой мужу, всегда глубоко его трогают. Даже если кажется, что муж равнодушен к вашим похвалам и не реагирует на ваши слова, это все равно означает, что где-то в глубине сердца они проводят свою работу. К сожалению, вот в нашей культуре не принято проявлять чувства, в особенности мужчинам. Вот если вы смотрели японские, индийские фильмы, там мужчины плачут, и абсолютно это является нормальным. У нас считается, что он, как ченгаджук, возле столбопыток должен стоять, и лицо его не должно дрогать, да? Но в действительности, даже если он себя так ведет, все равно это очень важно для него. Итак, первое, добрые слова, сказанные женой мужу, всегда глубоко его трогают. Второе, мнение жены о муже жизненно важно для него. Мнение жены о муже жизненно важно для него. И третье, мнение жены о муже жизненно важно для него. И третье, муж искренне хочет, чтобы его жена была счастлива. Ну, это в нормальной семье, правда? Есть всякие случаи, но в данном случае любая, любая, любая жена. Значит, первое, добрые слова. Второе, мнение жены о муже жизненно важно. Третье, муж искренне хочет, чтобы его жена была счастлива. Да? Что же мы можем самое худшее делать? Если будете пилить мужа, да? Похвала окрыляет, придирки лишают сил. А женщину критицизм свойственен даже в большей степени, чем мужчинам. И он никогда не приносит ожидаемых плодов. Вот хорошее еврейское высказание. Когда вы разговариваете с мужем, пусть он видит звезды в ваших глазах, а не вырывающиеся из надзрей пламя. Это мы комментируем то, что сказано, да? Мы говорим, что самое худшее, что можно сделать, это пилить, да, составлять, да. Некоторые думают, что если много раз говорить мужчине одно и то же, ему это, наконец, надоест, и он сделает. Ну, это некоторые верно, там, как там, каком-то там адвокате, который не хотел давя помогать. Но это в семейной жизни не действует. Правда? Итак, когда вы разговариваете с мужем, пусть он видит звезды в ваших глазах, а не вырывающиеся из надзрей пламя. Причем, когда вы рассматриваете качество мужчины, значит, вы должны не воображать. Некоторые женщины делают такой воображаемый образ мужчины, а потом поют, если я тебя придумала, стань таким, как я хочу, да? Знаете? Да. Вот. Значит, постарайтесь увидеть вашего мужа в истинном свете. Вы хотите для него величие, но это должно быть его величие, а не чьё-то другого. Дай нам нашу частицу твоей торы. Помните, у каждого человека есть частица торы. Что значит частица торы? То, что нет человека без предназначения, да? У каждого из нас есть какое-то предназначение. У нас есть общее предназначение, когда мы рождаемся на свет, но у каждого человека есть определенное предназначение. И величие мужа должно быть его величие, а не чьё-то с чужого. Правда? Вот. Дай нам нашу частицу твоей торы. Помоги нам лучше развиваться, не повторяясь задатками моего мужа, а не пытайтесь подогнать под облик первого встречного. Помните, был знаменитый такой арабец Зуси? И когда он говорил, «Семогущий не спросит меня, почему ты не был Маше, а спросит, почему ты не был Зуси». И следующее, что должно быть? Молитва. Да? Не забывайте о молитве. Невозможно спастись без помощи Пресвятого, да будет он благословен. Так говорит Мегелат Ешарим. Как человеку стать мудрым? Мы ничего не поймем без помощи Бога. И чтобы муж добился успеха, хорошо, чтобы у него за спиной стояла жена, как ходатай перед Богом. Да? Она должна стоять за мужем. И что делать? Ходатайствовать, да? Ходатайствовать. В бою, когда человек сражается, он должен знать, что за спиной у него все хорошо. Да? Что вы хотите спросить? Невозможно спастись без помощи Пресвятого, да будет он благословен. Вот так говорит Еле. Можно ли спастись без помощи Бога? Это? Хорошо. Следующее. Значит, первое мы говорили, вера в достоинство мужа. Второе. Доброта. Доброта. Доброта жены по отношению к мужу незаметно сближает супругов. Доброта жены по отношению к мужу незаметно сближает супругов. Чем больше о ком-то заботишься, тем добрее к нему становишься. Знаете этот принцип? Для того, чтобы какого-то человека полюбить, ты должен вложить в него частицу себя. И тогда ты в него будешь любить эту частицу, которую ты вложил, да? Ты будешь любить себя в этом человеке. То есть, чтобы кого-то полюбить, да? Что нужно? Вложить в него частицу самого себя. Итак, доброта жены по отношению к мужу сближает супругов. Чем больше о ком-то заботишься, тем добрее к нему становишься. Раби Иосиф встретил пророка Ильяху и спросил. Написано, сотворил себе помощника. Как же жена помогает мужу? Тот ответил. Мужчина приносит домой пшеницу. Но разве он жует пшеницу? Он приносит домой лен. Но носит ли он такой лен? Мало ли дело, что она дает свет очам его и ставит его на ноги? Трактат Ивамот 63а. Итак, женщина, она сотворена как помощник мужчины. Мы в самом начале видели, да? Что она сотворена на ноги. Она может быть под стать ему, да? И она может быть против него. Идно и то же слово. И может быть в двух разных смыслах истолковано. Итак, женщина сотворена, Берешит 2.18, как помощник мужа. Как любая домохозяйка, любая женщина может духовно вызвысить человека, за который она вышла замуж. Как же это происходит? Спрашивает еврейская мудрость. Илья Холл объясняет. Вести хозяйство, готовить, шить, а иногда испечь яблочный пирог, это означает нечто большее, чем просто дать кому-то жизненный комфорт. То есть, даже такие простые дела, да? Они вдохновляют человека каким-то другим. Мигелат Иешарим говорит, для сил зла главное это заставит нас погрязнуть в бесчисленных повседневных заботах. Работа, гражданский долг, финансовые обязательства, общественные обязанности, все это затягивает нас в ум. Да? Знаете, как рутина, вы говорите? Вот это рутина, когда вот постоянно что-то, да? Вот, давка. Давка, удавка, русское слово в том же корне, да? Это тоже слово может быть, как вот дликут, когда по отношению уединенности, он и я, но с другой стороны, это давка может быть и отрицательным в смысле. Именно рутина, то, что затягивает человека. Хорошая жена, принимая в себя ответственность за тщательное ведение домашнего хозяйства, тем самым не просто освобождает своего мужа от хлопот, но избавляет его разум от суеты и напряжения. Вот поэтому, говорит, вот мужчина придет, смотрит телевизор, лежит, читает газету. Ну, я не говорю, что мужчина должен делять внимание своей жене, да? Но он при этом отдыхает. Правда? А жена пытается ему как-то, так сказать, отлечь, воспрепетствовать, не дать ему отдохнуть. Вот, ты принес денег, а ты мало денег принес. А ты знаешь, какие сейчас цены? А вот это, то-то, а завтра пойдешь сам на базар, вот увидишь. Все, вот я тебе там в кошелку, и ты вот принеси за эти деньги, которые ты мне дал. То-то и то-то и то-то. Знаете такие разговоры? Ну, вот, у всех такое бывает. Хорошо. Значит, можно подумать, что приготовить обед, шить одежду – это мелочи. Но освобождая мужчину именно от этих мелочей, можно просветить его разум. Вот так это комментируется, то, что говорится в устной торе – дать свет очам его и поставить его на ноги. Мы уже говорили о физиологических особенностях мужчины и женщины. Полушария головного мозга мужчины действуют таким образом, что они лучше всего сосредотачиваются на решении единственной задачи и терпят фиаско, то есть поражение, если приходится делать три дела сразу. Мозг женщины генетически более приспособлен, поэтому он может реагировать на одновременно на несколько разрешителей – чайник, телефон, ребенок и так далее. Женщины, как правило, лучше справляются с работой, требующей тонкой координации движений. Например, нейрохирурги, лучше женщины бывает. Составление мозаик, шитьем, вязанием, вышиванием, то есть таких дел, которые требуют кропотливости, тщательности. Помните, мы говорили, единственная женщина, достойшаяся Нобелевской премии, Сладовская Кюри, да? Она чем прославилась, что она из тонны руды добыла грамм радиа, да? То есть, действительно, это такая тонкая, кропотливая работа. Всевышний вложил в наши хромособы возможности, позволяющие нам достичь совершенства в области нашего духовного призвания. Красивая утварь, уютный дом, хорошая жена просветляет разум мужчины. Броход 57b. Красивая утварь, уютный дом и хорошая жена просветляет разум мужчины. Мужчина без жены живет без радости, без благословения, без добра, без торы, без ограждающей стены и без мира. Это трактат Евамот 62b. Мы говорили уже, приводили, что значит без мира, да, что значит без радости, что значит без благословения. Итак, третье – уважение. Там первое, мы говорили, оно дает верить в мужа. Второе – это доброта. Третье – уважение. Да, уважать – это не только словами, но и действиями, да? Значит, что значит, что жена должна уважать своего мужа? В русском переводе записано, что жена должна бояться мужа своего, да? Но мы говорили, что в данном случае употребляемое слово, которое означает почитать, уважать, да? Что значит, что жена должна уважать своего мужа? Идеальная жена удовлетворяет все нужды своего мужа по справедливости и в надлежащей мере. Ну, то есть, если они несправедливы, то не удовлетворяют, естественно. Идеальная жена удовлетворяет все нужды своего мужа по справедливости и в надлежащей мере. Второе – она помощник, берегущий достояние его. Она подсказывает ему верный совет и не вынуждает к лишним расходам. Первое – удовлетворяет нужды мужа по справедливости и в надлежащей мере. Второе. Она его помощник, берегущий достояние его, и подсказывает ему верный совет и не вынуждает к лишним расходам. Следующее. Она скромна и проворна в обслуживании своего супруга и в делах, касающихся воспитания детей. Скромна и проворна. Третье. Она всегда встречает мужа с выражением радости на лице и старается развеселить его и знать из его сердца грусть и свободу. Придешь домой, а там ты сидишь. Ну и тогда, конечно, Зин меня потянет в магазин. Вот видишь, Зин. Да? Об этом даже поется в песнях. Она всегда встречает мужа с выражением радости на лице и старается развеселить его и узнать из его сердца грусть и заботу. Видите, что значит уважать мужа своего? Да? Вот записывайте. Следующее качество. Когда он в гневе, она осторожно и деликатна и умеет это заметить. Помните мы 10 заповедей жены придумала Дина Израиля? Да? Это тоже ходят такие заповеди. Так. Ага. Делаем его всеком. Итак. Если он в гневе, она должна быть осторожной и деликатной. Причем она должна все это уметить, заметить. А то иначе иногда так бывает. Мы тоже так бывает. Мы с женой ссоримся, я так что-то говорю, говорю, говорю. А она своего, говорит, ну помолчи, пожалуйста, ну помолчи. Ну я же не буду на тебя кричать, не буду тебя бить. Ну помолчи. Нет, продолжай. Что делать? Да.